Здравствуйте! Пока здесь у меня обед. Я немножко вам объясню, что же в Северном Крыму происходит. Потому что слухов много разных ходит, некоторые даже до абсурда. Поэтому давайте немножко разберемся. Значит, в Армянске, на заводе Титан, сильные начались выбросы в атмосферу. Серной кислоты. С чем это связано? Связано это с тем, что есть водоем, в котором разбавляли эту серную кислоту. И она там вроде шлама накопителя постоянно находилась. Но лето было жаркое, воды нет. Поэтому озеро это, такое вот искусственное, испарилось. И на дне осталась вот эта вот серная пыль. Ну и не только серная, там разные соединения. Такого рыжего цвета, которое несет ветром в разные стороны. Раньше с этим справлялись. Была вода с канала Днепровская. И возле Титана, именно для Титана, находился водоем, который обеспечивал в случае необходимости необходимым количеством воды. Это было местное водохранилище. Ну и оно было построено, в принципе, для Титана. Сейчас оно стоит пустое. Да, как бы других источников для воды нет. Потому что, если брать воду, допустим, с Артезиана, которая идет на город, городу просто воды не хватит питьевой. Поэтому, в общем-то, как выйти из этой ситуации, никто сейчас не знает. И, как бы, озера поиспарялись еще, вот такие вот мелкие, уже, как бы, достаточно давно. Но, поле-то где-то летало в воздухе, оседало. Лето было жарко, ночи были жаркие. Как бы никто ничего не замечал особо. Ну, там, головные боли, такое, там, запахи, это такое дело. Бывает, завода рядом, никто от этого не застрахован. Вот. Но начались холодные ночи. Начали выпадать конденсаты. Люди в один прекрасное утро вышли и увидели все в ржавчине. Кто, у кого окна были открыты в домах, особенно рядом, там, село Перекоп, в квартирах, даже в Армянске. В общем, все металлические предметы резко проржавели. Покрылись налетом, ржавчиной. И, ну, конечно же, тут поднялась общественность и привлекли очень много специалистов для исследования, что же все-таки произошло. Было принято решение вывести детей в санатории и дошкольников с родителями, с мамами. Вчера, 4-го числа, детей всех из города вывезли. Прям большими колоннами автобусов отправляли их. Остались, собственно, взрослые. Как с этим справиться? Да, я не знаю, как они будут с этим справляться без воды. Собственно, когда в 2014 году Днепровскую воду перекрыли в Крым, нужно было думать, что делать с заводом. Как бы проекты были опреснения для заводов. Судя в Красноперекопске дали возможность бить скважины. Они со скважины воду брали, что, я считаю, неправильно, потому что мы просто без питьевой воды когда-нибудь останемся с этими заводами. А так как они без воды, в принципе, функционировать беспресные не могут, по моему мнению, их нужно было просто закрывать. Сейчас у меня полетят камни, я знаю, там у нас заводчан очень много тут живет. Тут, в принципе, одна треть работоспособного населения работает на заводах. Но что вам толку будет от завода, если население тут не сможет жить? Или будут больны их дети? Ведь люди идут на завод, работают там и знают, что приносят вред своей же окружающей среде. Паразитируют на том месте, где они живут. Это мое мнение, я его никогда не поменяю, наверное. И, в принципе, хоть здесь родилась и выросла, но никогда на завод работать не пойду. Кто-то говорит, что в Перекопе слышался взрыв в ту ночь, когда с утра все поржавело. Кому верить, ну, не знаю. Власти опровергают такие заявления, поэтому может быть все что угодно. Мы находимся на границе, завод на границе. Такие химические заводы, конечно, нельзя, чтобы стояли на границе. В Красноперекопском районе обстановка более-менее, сказали, что нормальная. Никаких вредных веществ не превышено в атмосфере. Кроме Пятихатки и Филатовки, они тоже в таком же положении находятся, как и Армянск. Вот. И многие даже с Джанкоя кричат, что у вас там происходит, мы дышать не можем. Тут у нас было пару дней назад, говорят, что свалка горела, но как я мимо проезжала, тут вот где Воронцовка, видела дым действительно шел, и ушел сильный в сторону села Воронцовки со стороны Новопавловского сельского совета. А там у нас долинка, там у нас речка пересохшая тоже наполовину, там камыш старый, и если он горит, он вот такой вот очень едкий запах издает. Поэтому я думаю, скорее всего, если до кого-то что-то еще и доходило, то это действительно возможно вот эти вот гари от камыша, либо действительно какая-то свалка где-то горела, потому что завод сам по себе такого запаха не дает едкого. В городе от завода, конечно, в Красноперекопске, от наших местных заводов выбросы бывают, слышны они. В атмосфере это, конечно, вчера дождь попытался покапать перед сном, и когда вот посырей немножко стало, запах невыносимый был, я позакрывала окна. С утра встала, вроде бы все чистенько, свеженько. Говорят, кто ближе к заводу живет, там как бы запахи есть. Но они у нас и в лучшие времена бывали. Выбросы время от времени происходят в атмосферу. Ну, я же говорю, химические заводы вообще на территорию Крыма надо закрывать. Ну, если не пойти на это, мы... Ну, как мы жить-то тут будем вообще? В принципе, неужели нет никаких более-менее экологически чистых предприятий, которые должно было бы заменить эти заводы, которые можно было здесь поставить? Есть как бы вся инфраструктура, только вот инвестору зайти, и, пожалуйста, все будет работать. Ну, в общем-то, имеем то, что имеем. И это было, в принципе, неизбежно. Сейчас у нас наша многоуважаемая соседка Украина, там наши политики не могут никак договориться с украинскими, воду нам перекрыли. В итоге что? Юг Херсонщины, он точно так же страдает, как и мы. Ну, хотя бы взяли бы вот эту вот часть озера, эту наполнили бы водой, хотя бы со своей стороны уже как-то, и закрыли бы эту проблему хотя бы для своих граждан. Ну, как говорится, мы не политики, нам не решать. Вот. А вчера еще прошел дождь очень сильный возле села Нижненькое, не дорезжая до Симферополя. Там все поля позаливало, был град, и мы там останавливались, собственно, посмотреть баню с термальными источниками. Хотела вам снять, показать. Ну, собственно, сняла, покажу. Ну, вот, но то, что мы увидели, конечно, шок. Столько, такое количество осадков там выпало, что несло просто с полей целыми реками, и прямо через село людям дома позатапливало. Нам эта дождь просто необходим здесь. Его здесь не было. Вот такой вот казус. Ну, дальше смотрите, как это все было. Стоит. Четыре часа назад ехали. Вообще ни тучки не было, жара стояла. Назад едем вот такой уже. Было тут целый час-полтора какой-то ураган какой-то. И ветер тоже был? И ветер был. И вот такие шарики падали, яйца. Град, что ли, был? Да, град был. Там мне вот такие шарики были. Вон машина. Закрыли машину вот эта. Ну, чуть-чуть подвела. А вот эта баня горячий источник. Все ленизенькая. Это мужская сторона, это женская. Ай! Господи! А заходи, здесь не матом. Ой, как тут паритский блок. Вот такая вот баня. Вот такие баня. Зимой тут горячая вода и летом. Да, постоянно. Термальные источники. Да? Ну, ладно, все, поехали дальше. Поля в воде. Поехали. Все в воде. Озера на полях стоят. Просто озера и реки. И с одной, и с другой стороны. Все в воде. И с другой стороны.